Наше предприятие по производству порошковых фармацевтических препаратов в Кемерово работает на рынке лекарственных средств более 20 лет. В прошлом году руководство нашего завода решило усовершенствовать процессы на производстве, оптимизировать работу оборудования. На общем собрании по развитию производства главный инженер предложил приобрести деблистерную машину. У нас, иначе говоря, на участке производства блистеров часто образуются капсулы с механическими повреждениями. Главный инженер предложил проводить удаление капсул при помощи капсул из блистера. Капсулы и порошок планировалось при возможности возвращать сортировать отдельно. Я на предприятии работаю 10 лет в должности ведущего технолога производства и мне была, по сути поставлена задача, заняться поиском и покупкой на участок производства и заполнение капсул деблистерной машины. Я приступил к поиску. Инженер порекомендовал мне обратиться с начала к производителям оборудования. Они предоставляют гарантийное обслуживание, чертежи, инструкции по эксплуатации, осуществляю монтаж и установку производимой техники. Я последовал его совету. Выбрал в интернете одну компанию в Италии по производству фармацевтического оборудования, зашел к ним на сайт и написал письмо, которым указал желаемые параметры и возможности машины. Конкретную деблистерную машину я не указывал, хотел посмотреть, что они смогут мне предложить. Через неделю я получил ответ, что конкретно таких машин они не производят, однако могут разработать и произвести ее, по желанию заказчика к концу следующего года. Для нас, иначе говоря, это слишком долго, и я решил поискать еще производителей оборудования. Нашел в интернете компанию из Китая, которая производит оборудование для раскрытия капсул. Позвонил им и уточнил, смогут ли они поставить подобное оборудование с производительностью 20 тысяч штук в час. Они ответили, что у них есть подобная машина. Менеджер спросила у меня номер телефона и сказала, что перезвонит вечером, когда уточнит у инженера своего предприятия о возможностях автоматического оборудования. Однако вечером она не позвонила. Я связался с ними на следующий день. Менеджер сказала, что передала запрос в конструкторский отдел, и когда будет ответ, она свяжется со мной. Это мне показалось странным. Когда ждать ответа? Сколько ждать ответа? Совершенно не деловой подход к клиенту. Я отказался от самостоятельного поиска производителей деблистерной машины. Потом я вспомнил, что на форуме производителей оборудований для фармацевтической отрасли в Москве я познакомился со специалистом, который, в принципе, занимался подбором и поставкой оборудования для производства лекарственных препаратов. Я нашел его визитку, и перед тем, как связаться с ним решил проверить, реально ли он занимается поставкой автоматов для фармацевтической отрасли. Для этого я нашел сайт его компании, внимательно изучил информацию на нем. Мне понравилось, что сайт был современным, представлены видеоролики работы оборудования, много контактов для связи. Еще я заметил, что сайт существует с 2003 года. Компания уже долго работает на рынке поставки оборудования, и это дает основания утверждать, что успешно. Я позвонил менеджеру. Он сказал, что вспомнил меня и был рад услышать снова. Я рассказал, что ищу современную деблистерную машину, которая представляет собой настольный аппарат. Он предложил вариант автомата, который, в принципе, пользуется популярностью у клиентов и проверен на производстве. Я согласился рассмотреть его. Менеджер прислал на электронную почту мне паспорт, инструкцию по эксплуатации оборудования. Также он предложил осуществить процедуру поставки под ключ. Предложенный вариант оборудования мне понравился, и я согласовал его с руководством. Через неделю мы заключили договор по поставку деблистерной машины. Через месяц после заключения договора менеджер позвонил мне и рассказал, что оборудование готово и через неделю осуществит его доставку. Перед отправкой специалист выслал видео, где мы смогли увидеть нашу деблистерную машину. Оранжево-коричневые капсулы удерживаются в направляющих. Желатиновые капсулы после удаления из блистера собираются в сборном лотке. На панели управления оборудования предусмотрена зеленая и красная кнопка «Пуск и стоп». Также можно регулировать скорость подачи блистера. Для обеспечения безопасности предусмотрена большая красная кнопка экстренной остановки оборудования. Руководство, и я в том числе, осталось довольно предложенным вариантом деблистерной машины. Я понял, что сделал правильный выбор специалиста для поставки оборудования. Опыт показал, что как бы ты не был уверен в своих силах, консультация профессионала ускорит решение поставленной задачи и освободит время, которое можно потратить с пользой для себя.